Всем привет! С вами Лёха Элэс и Павел Никонов! И мы рады вас приветствовать в Барадапе Мэкспарке на третьем сезоне Wintering BMX Battle. Сегодня у нас пройдет очередная игра 1.16 нашего турнира и мы узнаем имя еще одного участника 1.8. Сегодняшний батл будет проходить между тиммейтами, причем не теми, которые катаются за один шоп или бренд, а между реальными хоуми. Их команда это настоящая душа уральского BMX и имя ей Масть. Первый участник самый молодой из Масти. Ему всего 18 лет, но он уже успел научиться множеству серьезных трюков. А его некоторые связки вызывают настоящее уважение. Он попал к нам в турнир через пасту Wintering, прислал нам такой видос, после которого мы без каких-либо сомнений пустили его в турнир. Его оппонент также прошел к нам в сезон через пасту Wintering, но со второго раза. В прошлом сезоне он уже присылал нам свое видео, но, к сожалению, тогда под него не хватило слота. Он не отчаялся и в этом сезоне прислал такой видос, после которого прошел наш отбор с первого места. Ему 25 лет и за свою карьеру BMX райдера он успел в совершенстве изучить несколько секретных уральских техник, в том числе и рейлрайд. Но не буду спойлерить, скоро вы все сами увидите. Итак, встречайте, шестая битва третьего сезона Wintering BMX Battle. Максим Сироноженко против Сергея Чушкова. Это Урал! Это Макс! Парни с Урала себя явно не оживили. А вот и первый участник сегодняшнего баттла Максим Сироноженко. Здорово, Макс! Здорово, Пашут! Очень рад тебя видеть. Макс является самым юным участником ОПГ МАЙСЬ. Это группировка с Урала, крутая туса. И вообще, Макс, расскажи сам нашим зрителям, что это за тусовка МАЙСЬ. Все спрашивают, что за МАЙСЬ? Что это? Это Екатеринбург, Урал. Снимаем видео, катаемся, дружим. Такая небольшая семья. Короче, максимально душевная тусовочка. Типа, ну, крутые парни. Все реально очень крутые. Френдли, так сказать. Урал, вот эта вот вся группировка. Макс прошел к нам через пасту Wintering. По-моему, у тебя последнее вообще место было заключительное. Ты ворвался условно в уходящий поезд. И вот ты здесь, на Wintering BMX Battle 3. Как твои ощущения? Ты вообще ожидал, что ты попадешь к нам? И, ну, ты будешь батлиться со своим хоуми, с Серегой? Блин, он у вас вообще такой самый ярый, так сказать, представитель вашей тусы. Что ты вообще думаешь насчет своего оппонента? Да, это мой кумир. Я когда кататься начинал, я на него смотрел, если честно. И то, что попал, сам не ожидал. Очень хотел, чтобы главное попал Серега. Вот это была главная моя мечта. Ну, вы, походу, не ожидали, да, что так случится? Целых четыре человека. Это вообще перебор. Слушай, ну да, у вас нормальная тусовка, ворвалась наш турнир. Дальше больше, как говорится. Макс, расскажи, какими будешь приемами против Сереги батлиться, потому что у него огромнейшая база трюков. Чем вообще его можно взять, чем обыграть? Да, характером. Характером? Мне кажется, в твоем случае стабильностью. То есть у тебя очень крутые лайны в твоем арсенале. И если у тебя получится все задуманное, мне кажется, у тебя есть шансы. Да, я ничего не задумывал. Будем играть, как пойдет. Как всегда. Как всегда, но вы играете по-братски обычно, типа, ну там, как-то friendly fire, короче, у вас все дела. Да, так и есть. Как на Плазе, в нашем городе. Так и пойдет. Респект. Слушай, ну и расскажи напоследок, кто тебя поддерживает в BMX? Партнеры какие-то или что-то такое? Расскажи, пожалуйста. Меня поддерживает команда МАСТ. Моя мама, папа и мои друзья, любимые из Екатеринбурга. Все. Короче, респект. И, ну, я желаю тебе удачи максимальной. Мне не терпится начать этот батл. Чайки Майс, респект, Шошон Тигр. Погнали. И... А вот и оппонент Максима Сироноженко, Сергей Чушков, a.k.a. GentlePunk. Здорово, Серега. Привет, Леха. Дико тебя рад видеть. А в прошлом году я прям настаивал реально, когда мы отбирали пасту-интеринг, чтобы позвать этого парня. Мне тогда очень понравилась его заявка. Но, к сожалению, слотов реально не было. И вот так получилось. Ссори, в том году, да, мы не смогли тебя запустить в сезон. Но в этом году ты прислал нам такой пасту-интеринг, что просто с первого места самый крутой пасту-интеринг в этом году был у тебя. Тебе огромный респект. Какое ощущение, что спустя год все-таки ты попал к нам? Да, вообще круто. В прошлом году очень хотелось. Не получилось за год. Набрался еще скилла. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Да, я заметил реально. Ну, просто не смогли тебе отказать. Причем, еще раз говорю, первое место. То есть, обязательно пересмотрите. И вот все, у кого есть вопросы, как попасть на винтеринг и пасту-интеринг пройти, посмотрите просто видос Сереги и поймете. Слушай, ну вообще, как у тебя в целом настрой сегодня на батл? Потому что ты со своим тиммейтом, причем я так понимаю, что это самый юный у вас участник. И как бы вы его, можно сказать, выращивали в БМХ. И вот сейчас у вас батл происходит. Да, будем играть, как всегда. Я сдаю, он кидается. А он сдает, я кидаюсь. Хорош, то есть мы ожидаем прям настоящий мощный уральский батл. Да? Ну, я от вас вообще такого не ожидал. Ребят, между прочим, у нас четыре участника Масти в этом году. Помимо Макса и Сереги, еще Кирилл Дикин и, конечно, Артем Самодуров. Так что следующие батлы будут не менее жаркими, чем это. Это стопудово. Вы вообще всей командой готовы вообще полностью? Как вы вот так вот? Получилось, что четыре чувака у вас прошло? Судьба. А мы готовы. Судьба. А я думаю, что просто реально вы все крутые и все скинули нам очень крутые видосы. Мы не смогли вам отказать. Сразу такой вопросик. К Максу есть у тебя? Ну, я по-любому уверен, что вы катались до этого и тренировались вместе. Какой-то план или тактика на текущую игру у тебя есть? Да нет. Просто буду стабилку гадать. То есть, for fun, вы нам сегодня покажете просто мощный уральский Game of Bike. Все верно. То есть, походу, это будет сейчас не наша игра, а ваша. Все правильно. Слушай, ну, респект еще раз. Дикий тебе респект просто. И очень, действительно, тебя рад видеть здесь. И в конце скажи, кто твои партнеры? Отвага, BMX и команда Мастер. Слушай, ну что, удачи тебе сегодня? Погнали? Погнали. Погнали, ребята, это будет мяться. Итак, жеребьевка, но перед началом жеребьевки можете убедиться, команда Мастер практически в полном составе, подтверждает наши правила и расписывается в них. А теперь Павел Никонов, главный судья нашего турнира, зачитает драфт-лист, которого нет. Чуваки, драфта нет. Это максимальный friendly battle. А и монетка у нас сегодня одна злотая. Это, походу, шат-аут от... Шат-аут от Ревочи Глебу Дворцову. Как так? Орел и Решка? Орел. Решка тоже. Погнали. Орел. Начинает Максим Сероноженко! Опа! Катая по этой игре, не крайне слайд, опа, вон эти. Как хорошо все начиналось, но, к сожалению, видно, Максим немножечко нервничает. Ход переходит к его тиммейту, а.к.а. оппоненту в этой игре. Джентл Панк, показывай, на что он способен. Гадаю дубл пэк по этой рейли на хард вон эти. Поехали. О-о-о! И здесь тоже мисклик. Странно, ребята, видимо, разминаются или поддаются друг другу, пока вообще непонятно. Хочу попробовать еще раз крэнкслайд, опа, вон эти. Отлично! Сдвинулись с мертвой точки. Максу, респект, качественный закатик. Немножечко перепутал трючки, но фиббл тоже неплохо, к сожалению, не считается. Вторая попытка, смотрим. Так близко к этой игре, вообще парни с Урала себя явно не жалеют. Гадаю ты лыб в этот дроп. Вот это всадил! Реально жестко, очень понравилось. Хорошо, почти. Чуть-чуть ножки слетели, я думаю, во второй попытке доберет. Так обидно, честно говоря, прям чуть-чуть слетели, ноги, самое главное, в порядке, не ударился. Малекан, есть смысл взять, не будешь. Правильное решение и счет 1-1, максимально равная дружеская игра. Респект обоим участникам. Гадаю трак в этот же Стром. Нормально, ответил тем же приколом, респект. Отличный заказ! Хорошо, я уже думал, что он даже получше сделал, чем, собственно, ему Макс заказал. Но чуть-чуть ногу выстрелил, вторая попытка, быстрее. Он уже разгоняется! Серега отбивается! Отличная игра, пока плотненько ребята идут, прям, что будет дальше? Во второй раз пробую дабл-пэк по всей периле на хардванете. Поехали! Может быть, ты уже будешь делать, а не пробовать? Пишите в комментах, как вы считаете. Ну как так, Серега? Как так? И он улыбается, я не понимаю, чего он улыбается. Может, он поддается просто? Что не так сегодня? Хочу попробовать сложноватую линию. Ванетибар, фейки, мену, дабл-харт. Ну как так, ну как так? Убер сложная комбинация. И в конце, ну прям, в любом случае, Максу максимальный респект. Надеюсь, со второй попытки он это доберет. Гадаю, дабл-пэк на хард-трео 160 по этой периле. Мне показалось, что он сейчас балку просто заденет. Настолько высокая хард-треха. Серега, тебе вообще респект. Это уральский стиль, цените его пока эти парни у нас. Так, к сожалению, запрыгнул, но пока градусами даже и не пахнет. Хотя Серега говорит, что в принципе Макс такое делает. Так что посмотрим на вторую попытку. Все шансы отбиться имеются. И, к сожалению, нет, не буду предлагать Маллиган. Наверное, рановато. Лучше Маллиган под конец игры оставить. Правильно, да? Без Маллигана в этот раз. 2-1. Так, пробуем еще раз повторить. Ванетти Бар, Фейки, Мэнл, Бабл Харт. Так, сусиление не получилось. Но у Макса еще есть то ли крыса, то ли собака. И вполне возможно, эту домашнюю заготовочку он все-таки сможет оформить в этом баттле. Гадаю, рейлрайд на ОПА-бар. Поехали. Я просто не верю. Реально, уральское мастерство рейлрайдов дало сбой. Первый раз вообще, насколько я вижу его катание. Серьезно? Бывает такое. Серьезно бывает? Известно, первый раз. Настолько лет. Может, волнуешься просто? Нет, не волнуюсь. А что так? Промахнулся. Бывает. Ну, давай, мы от тебя ждем этого. Не переключайтесь. Скоро будет. Реально. Он больше не будет промахиваться. Честно. Пожалуйста. Ну, не надо выключать это видео. Хочу попробовать Мэнл ОПВИПСКАД. Минус педаль. Вот это да! Я просто в это не верю. Ну, сейчас мы заменим ему педаль. Я думаю, это вообще без каких-либо проблем. И посмотрим дальше. Реально. Переток не нервничать. Все нормально. Чуваки, педали мы заменили. И поэтому я даю ряду на загадку. Спасибо. Не мы, а Ромик Быков. К сожалению, в этот раз нет. Но хотя бы педали остались целы. Гадаю вниз, поперили Ванетти на крюкет на инди. Крюкет. Отличное исполнение Пашиного любимого трюка. Трюки. В порядке? Вроде да. Самое главное. Парень реально рисковый. Кидается, не стесняется. Ах, и к сожалению, мимо. И это еще одна буква для Макса. 3-1 пока счет. Посмотрим, что будет дальше. Гадаю, ноусменов Ванетти по этому столу. Я не знаю, мне кажется, считается. Наоборот, даже круче. Он задел грайндбокс. Вот это стильный слайд. Паш, есть? Ну, я надеюсь, ты считаешь. Ничего страшного. Нет в том, что он не... Я не считаю, только потому, что не только он коснулся колесом, но и задел уголок. Ах, да, к сожалению, к сожалению, нет. Макс, у тебя все равно респект, это круто было. Во второй раз гадаю. Rail Ride, Oppo Bar. К сожалению, нет, но, к счастью, для Сергея у него есть автоматический ряду. Поэтому смотрим на вторую попытку этого заказа. Решил поменять сторону. Отличный Rail Ride. Но на Oppo Bar Spinning, к сожалению, что-то пошло не так. И ход переходит к Максиму Стероноженко. Добираю на Узменов Ванетти по столу. Ну, на этот раз вообще не получилось. Макс, в порядке? Нормально? Самое главное, что он в порядке, поэтому игра продолжается. И я думаю, что дальше он уже будет посерьезнее трючки гадать. Гадаю Oppo Y, пускай. Туда. Как-то опрыгнул на него чуть-чуть мимо, к сожалению. Но красивая техника исполнения, согласитесь. В эфире ваша любимая рубрика новости борода BMX парка. Вы все уже ценили дневные и вечерние сессии, а теперь новость для всех. Теперь доступна аренда любой из этих сессий. Необходимо заранее написать в наш рабочий телеграм-аккаунт борода BMX парк и забронировать целую сессию. Хочешь покататься своей тусой? Пригоняй. А самое важное, что эта функция доступна для всех дисциплин. Респект. Хэнк-файв по этому столу. Хэнк-файв. Судя по всему, Серега не очень дружит с хэнк-файвами, и Макс знал, куда пить. В середине игры парни размялись и начинают друг друга гасить. Я думал, поеду. Ты угораешь, Сергей. Давай, все, сейчас можно. Еще 3-2. Пока еще в пользу Сереги, но с такими заказами, я думаю, скоро игра переменится. Дублпэк по периле и оверхард в скат. Согласен полностью. Пашина любимое выражение. Пишите в комментах. Это мясо. Бросок кобры, чуваки. Беру то ли крысу, то ли собаку. Игадаю еще раз эту сложную линию. Двунати-бар, фейки, мэнл, дабл-хард. Как жаль. Ну прям вообще все близко было. На самом деле комбинация максимально сложная. Думаю, мне даже не стоит вам объяснять. В принципе, он реально был очень близок. Жалко, что в этой игре у него это не получилось. Добираю дублпэк на оверхард в скат. Добирает, смотрим. Добирает! Реально добрал! Красавчик! Мясо! Хорош! Закинулся на этот овер вообще. Красавчик, Макс! Смотрим вторую попытку. Все шансы есть. Серег, можешь сделать? Все шансы есть. Я очень хочу, что-то сделал. Смотрим. У него немножко закинулся на эту сторону. Я думаю, не стоит ему предлагать Маллиган. Павел Никонов Маллиган предлагает. Не, не надо. И счет 4-2 в пользу Сергея Чушкова. Гадаю по этой же периле дабл на крюке. Гадаю фибл, хард три по этой грани. Гадает. Не гадает. Еще раз повторяем. Дабл крюкет по этой периле. Все, Максик собрался и заказал. Серег, а у тебя будут вопросы с этим трючком? Вопросов нет. Делать-то будешь? Буду, конечно. Ну давай, все, посмотрим, какие у него нет вопросов. Сейчас мы все увидим. Отбивается, но это реально без каких-либо вопросов. Я думаю, что в принципе несложно. Выглядело так, как будто очень легко тебе удалось. А умеешь? А умею делать. Молодец. А ты его научил? Да. А может он? Что, что это? Сделал? Да. Поздравляем. Беру то ли крысу, то ли собаку и делаю рейлрайт на опа-баб. ХЗ просто нарисовали. Ту-мач не заходит сегодня у Сереги рейлрайды. Я думаю, что next time, next time. Гадаю, с этого подката в анете на дабл и халкап в тот скайп. А у нас гэсклип. И на гэсклипе у нас Дмитрий Карпов, а.к.а. Карпик Рыбка. Этот парень у нас был в пасту в Интеринге, но, к сожалению, чуть-чуть не прошел. Он в запасных. Достойный молодой райдер. Крайне интересно катанию этого парня. Я считаю, у него есть потенциал. А сегодня на гэсклипе он нам покажет свой трючок. Как он сказал, специально для пиха чата. Короночка. Все, чуваки, погнали. Палим. Я думаю, что 100% кук по любому оппоненту. Респект карпу. Гадаю, еще раз Опа-Ипус там. Вот это было очень чисто. Респект. Я думаю, что это прям трюк Максика за него. Беру Маллиган. Крайне! Опа-Ипус. Как так! Прям почти! И в первом случае Максу респект. Прям реально видно, видимо волнуется немножко. Хотя все это в принципе у него прям в руках все эти трюки были. Но, тем не менее, счет у нас пока 5-2 в пользу Сереге. Ну, скажи, скажи, ты же хотел. Да говори, можно, Паша, давай. Можно, реально. Хочу дать Реду на повтор, очень близко. Реду на повтор. К сожалению, даже Реду на повтор Павла Никонова не получилось. И все-таки счет у нас 5-2 в пользу Сергея Тюшкова. Гадаю, Бенова по рипс-кад. Как прикольно вообще, все шансы, в принципе, когда-нибудь взять. Но, к сожалению, не в этой игре. Гадаю еще раз, фибл, хард трейн. Павел Никонов показывает, что у него тремор. Ну, видимо, уже возраст, да, это все знать. Но, мне кажется, довольно-таки чисто. Давайте посмотрим замедленный повтор. К сожалению, не считается. Пардал передним колесом. Чуть упрошу линию, загадаю ванэти, фейки, мену, дабл хард. Красавчик добрал просто суперсторонную комбинацию. Респект Максиму Сироноженко максимальный. Хорошо, реально. Серега, есть вообще варик что-то сделаешь? Может, сам себе букву напишешь? Потом там дом поугарай. Ну и, к сожалению, Серега не делает. И для него счет 5-3. Он все равно лидирует. Посмотрим. Вполне возможно, сейчас будет последний заказ в этой игре. Гадаю свой любимый трюк. Рейлрайд на ТЛИФ. Ну что ж такое с этой секретной уральской техникой рейлрайдов? Серега, как так? Просто я не могу ничего сказать. У этого парня рейлрайды 10 из 10. Но сегодня, откровенно, просто не получается. Такое бывает. Гадаю бар через эти кусты, мену, и бар через те кусты. Скат. Эта комбинация называлась бы садовник, если бы он ее сделал. Но, к сожалению, не пишите в комментариях, кто катается в садовнике. Еще раз пробую. Делаю. Рейлрайд на ВИП. Пытается вернуть секретную уральскую технику рейлрайдов. Серега только что сказал, что у себя дома, в Екатеринбурге, он просто каждый раз, сперва часа делает этот трюк. Приехал в Москву, и у него ничего не получается. Реально Москва портит людей. Повторяю линию под названием садовник, бар, мену, бар. К сожалению, садовник снова не получился. Поэтому снова не опишите в комментариях, кто катается в садовниках. Гадаю в Анетти ВИП через эти кустики, камушки, шатал Влад Мельник. Ну это жестко, реально. Закинулся на все бабки, к сожалению, не получилось. Самое главное, ногу не отбил. Ничего, Серега. Под конец игру нам нужны травмы. Все отлично, все хорошо. Просто собраться на... Гадаю мэну в Анетти по этому боксу. Полностью согласен с Павлом Никоновым. Действительно, очень технично. Респект Максиму. Красивый трюк в конце игры. Оказывается, это проблемы даже небольшие вызвало у Сереги. Смотрим вторую попытку. И он берет Малеган! Да, вычеркнул все. Теперь у него нет Малегана. Все, посмотрим. Просто нереально, как он в конце дотянул. Вот это реально техника. Павел, есть какие-то вопросы по исполнению? Все четко, на выживающих движениях. Выживающие движения. Еще раз, гадаю в Анетти вип, через это я выгад. Тача мне. Так мощно, реально по-урайски. Вот это респект, Серега. Спасибо. Красного вам. Всем здорова. Обучал, кто был на ТВ-ку. Побольше ходов. Ну и все, не бояться. Все, понял. Спасибо. Погнал. Делай. Как неприятно задел. Самое главное, не упал. И Серега ему советует больше ходов. Рискну тоже подтвердить эту теорему. Макс, возьми больше ходов. Правильно? Да. Хороший совет. Записывайте. Итак, это последняя буква. Последняя заключительная попытка. Третья впереди. Все шансы сейчас не сядет. Трюк у Максима Сереноженко. А вы, те, кто смотрит премьеру на Ютьюбе, пишите быстрее. Возьмет. И я. Респект Максиму за отличную игру и, конечно же, Сереге за победу в этой отличной игре. Команда Масте. Команда Масте. Серега. Подключился. Что ж, вот и подошла к концу эта игра. Было довольно-таки весело. А самое главное, по-дружески. Настолько по-дружески, что Павел Никоев даже дал два ряду. Ну, в общем, это только потому, что реально играет команда Масть. Они, собственно, хоумисы и наши друзья большие. Поэтому я думаю, что дальше такого не будет, надеюсь. Сергей Чешков победил. Максим Сереноженко проиграл. Но, тем не менее, мы увидели несколько очень крутых и прям достойных трючков. Макс, тебе респект. Очень было приятно тебя сегодня посмотреть. Как у тебя ощущения после этой игры? Спасибо. Я очень устал. Очень сильно устал. Хочу домой поскорее. Мама, забери меня, пожалуйста, обратно. Ну, посмотрел столицу. Самое главное, тебе тоже респект большой. Серег, а тебе не стыдно, честно говоря, молодого обыгрывать-то? Нет. Вот тоже, да, реально жесткие типы. Ну, тебя в любом случае поздравляю. Реально прикольно. Очень будет интересно тебя посмотреть дальше, если без шуток. И в конце хочется, конечно, услышать, что же скажет главный судья нашего турнира Павел Никонов. Потому что я уверен, ему есть что сказать. Да, я, собственно, ничего не скажу. Очень рад видеть парней. Всю команду Майс жду в Москве. Приезжайте еще. Кирилл Дикен, Артем Самодуров. Ждем вас. И чувакам респект. Серегу поздравляю. Максика ждем также в Москве. Вновь. И, блин, кайфовая игра, дружественная. Что еще сказать? Всем респект. Полностью присоединяюсь. Реально игра кайфовая. И самое главное, дружеская, веселая. Как будто вообще вот дома играли, да? Да? Да. Но в Москве. Ну, давай, призы тогда, ребят, вам. То же самое, как и всем остальным участникам от наших партнеров. Вот вам презенты. Держите. Пакетик с ценными и приятными подарками. Тебе там то же самое, только в отличие от него, у тебя три проходки. Борода BMX парк. А ты один раз туда только приезжаешь еще в пол? Или, не, вообще, с тебя всегда ждем. Честно. Ну что же, в конце хочется выразить респект нашим партнерам, без которых могло и не получиться бы все это дело. Но оно получилось, потому что они с нами. Организатор и официальный спонсор турнира factstore.ru. Интернет-магазин BMX велосипедов и BMX запчастей. Уже 10 лет только BMX. Партнеры турнира BRD, дизайн, проектирование и строительство скейт-парков. Они бренд одежды от одних из первых BMX-райдеров Москвы. ННХ, старейший отечественный BMX-бренд одежды. Байт, протеиновые батончики, полезный перекус. Горилла Энерджи, главный энергетический напиток турнира. А также наша комьюнити, которая поддерживает нас через краудфандинговую компанию на bombstarter.ru, где каждый желающий может внести свой вклад в развитие BMX-индустрии и поддержать проект. Всем вам огромный респект. Вы помогаете развивать отечественную BMX-индустрию. И это факт. Ну а с вами мы увидимся уже совсем скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА